Военно-патриотический клуб разведчик завершил год яркой победой. В смотре конкурса военно-патриотических клубов региона младшая возрастная группа взяла второе место в итоговом зачете. Овчарки, лабрадоры, терьеры, гончие таксы, кавалер спаниели, бордер-коли и шпицы. На стадионе «Юниор» в девятый раз прошел кинологический праздник «Собака плюс я». В нем приняло участие более ста владельцев со своими четвероногими друзьями. В День защиты детей на базе спортивной школы ИКАР команды дошкольников сразились на муниципальном этапе спортивного чемпионата по космоболу 5+, в рамках проекта «Школа Росатома». Победитель турнира представит Саров в финале среди закрытых городов. В молодежном центре состоялось награждение трех хоккейных сборных по итогам этого сезона. Напоминаем, что команда «Сарова-2» спортивной школы в первенстве Нижегородской области первой лиги заняла третье место. Сборная Саровского физико-технического института на первенстве Нижегородской области заняла второе место. Команда ХК «Саров» стала чемпионом Нижегородской области высшей лиги. Сборка и разборка автомата на время, снаряжение магазина патронами, метание гранаты, строевой смотр. Такие испытания ждали юных воспитанников ВПК-разведчик на смотре конкурсе военно-патриотических клубов. Одно из самых непростых заданий – пост номер один. Ребята держали караул у вечного огня. Конкурсу готовились долго, каждое движение оттачивали десятки раз. Приходилось приходить каждый день. Из-за этого ноги болели очень сильно после этого. Потому что мы старались маршировать и должны были смотреть, как идет твой напарник, и нужно было подобрать с ним стемп. Из-за этого приходилось очень сильно стараться и смотреть боковым зрением. Упорство и долгие тренировки принесли свои плоды. В итоговом зачете младшая возрастная группа стала призером, заняв второе место. Илья занимается в клубе три года. Первое время было тяжело отжиматься на запястьях и на пальцах, вспоминает мальчик. Сейчас у него даже получается отжиматься на трех пальцах. В клубе разведчик занимаются и девочки. Мария Иванова пришла сюда только осенью и уже успела с ребятами принять участие в военно-полевом выходе. Военно-полевые выходы – это мы живем в палатках на природе. Вначале мы собираем хворост для печки. Сложно бывает это ночью следить за печкой. Если печка потухнет, ночью будет холодно. Поэтому надо тщательно следить за ней. Александр Исуханина в клуб привел двоюродный брат около четырех лет назад. С ребятами быстро подружились. Сейчас как большая дружная семья, рассказал юноша. Свои навыки ребята часто демонстрируют на разных конкурсах или патриотических мероприятиях. Особенно Александру запомнился выезд в город Глазов. Было интересно. Например, во второй, по-моему, день была полоса препятствий. Оттуда можно подчеркнуть много новых знаний, которые мы хотели перенести сюда. То есть что-то здесь попробовать. Например, из веревочного курса элементы. Также запомнилось, когда мы плавали на лодках. Тоже соревнования были. На занятиях ребята занимаются спортом и армейской подготовкой. Учатся выживать в полевых условиях, ориентироваться на местности. Помимо этого, воспитанники особое внимание уделяют изучению истории. Военно-патриотический клуб «Разведчик» на базе Центра внешкольной работы существует уже более 20 лет. Наши педагоги готовят ребят для службы в армии, чтобы ребята могли защищать нашу Родину тогда, когда это необходимо будет для нашей страны. И тем более мы все с вами знаем, что особенно сейчас это очень актуально, патриотизм развивать в молодом поколении. Хотя это было всегда и будет всегда. Наши молодые поколения должны знать историю своей страны, должны любить свою Родину и в нужный момент встать на ее защиту. Стать участником военно-патриотического клуба «Разведчик» может каждый желающий до 18 лет. Достаточно просто прийти в клуб «Здоровье» на Силхина 10-1 или написать в сообщение группы. На стадионе «Юниор» в девятый раз прошел праздник «Собака плюс я», который собрал хвостатых питомцев и их хозяев. Как рассказали организаторы, представители Центра внешкольной работы мероприятие стало рекордным по посещаемости. Несмотря на непривычный для конца мая холод, дождь и ветер, в этом году пришли более ста владельцев со своими четвероногими друзьями. В начале праздника прошли парад и выставка собак. Принять участие в них могли и представители пород, и беспородные собаки с документами и без. Экспертизу провел специалист из Нижнего Новгорода. Кроме того, Центр внешкольной работы совместно со спонсорами мероприятия организовал квест «Дай лапу друг» и бесплатные консультации грумера. Также у нас будет в конце экспертизы проводиться еще конкурс «Ребенок и собака». И еще будет конкурс костюмов. Это будут две номинации. Костюм, образ – это одежда собачки, в чем она может дождик выйти или когда холодно, но опять же шиты своими руками обязательно. И костюм, образ – это принцесса, королева, крокодил, бабочка, цветочек, что-то такое. Главные участники мероприятия – овчарки, лаборадоры, терьеры, гончие, таксы, кавалерспенели, бордерколи и шпицы. Каждое животное на празднике собака. Плюс я не осталась без внимания. Зрителям рассказали про нюансы каждой из представленных пород. Нужели доказать то, что собаки – это тоже члены нашей семьи, то, что их не надо не замечать. Вот сделали такой собачий праздник. Там, где может участвовать не только человек, но и собака. Победители и призеры получили памятные подарки от организаторов. Посмотреть результаты конкурсов можно в группе Центра внешкольной работы ВКонтакте. Космобол – упрощенный вариант игры в гадбол. Командная спортивная игра, в которой используется специальный ручной мяч. Команда состоит из шести человек, одного вратаря и пяти игроков на поле. Цель участников – забросить как можно больше мячей в ворота соперника, соблюдая при этом правила игры. Ребята из детских садов города сразились во втором спортивном чемпионате Школы Росатома по Космоболу 5+. В этом году 8 детских садов мы их поделили на пары. Скажем так, образовалась у нас одна четвертая финала. Команда играет на сразу выбивание, на вылетание. То есть проиграл, проиграл и ехал, скажем так. Команды победители ждут свои пары и в итоге выявляют сильнее счет. Перед тем, как выйти на большую площадку, команды тренировались в своих детских садах. Разучивали правила игры в Космобол, оттачивали технику, разбирали ошибки. Победитель чемпионата прошлого года – детский сад номер один. В этот раз выбыл из гонки за золото. Поэтому передал кубок главному суде соревнований для следующих лидеров. Кубок прошлого года передаем главному суде соревнований сегодняшнего фестиваля. Игры за призовые места выдались по-взрослому серьезными, с высоким эмоциональным накалом. Золото спортивного чемпионата школы «Росатома» по Космоболу 5+, взяла команда детского сада номер 30. Потому что мы очень много тренировались. А я раньше от Делина тренировался. И поэтому мы заняли первое место. Я тренировался вот на Икаре. А я слышал Григорий Анатольевич, что он говорит и пополнял его слова. Теперь команда-победитель муниципального этапа представит Саров в финале, который пройдет осенью в городе Лесном. Этот хоккейный сезон саровчане запомнят надолго. Волнение за команды, азарт во время игр, гордость за победы и, наконец-то, радость за полученные награды. В проведении хоккейных матчей принимало участие множество организаций, в том числе и «Канал-16», который транслировал игры. Хочется сказать, что это благодарность больше, наверное, не мне лично, а всему коллективу «Канал-16», которые стойко каждые выходные через две недели организовывали прямые трансляции для наших горожан, тех, кто не мог попасть в рядовый дворец. В этом сезоне хоккейный клуб «Саров» стал победителем чемпионата Нижегородской области в высшей лиге. Саровчане долго и упорно шли к этой победе, получали бронзовые места в прошлых годах. И, наконец-то, награда нашла своих героев. Серия плей-офф и с Лыскова, и с Таншаева были как бы на грани. Немножко где-то нам хоккейный бог помог, я повторюсь, уже говорил неоднократно. Где-то ребята больше хотели, где-то больше старались. Я думаю, что мы это заслужили. Михаил Румынин – тренер команды «Саров-2», игрок сборной с РФТИ и хоккейного клуба «Саров». На награждении в молодежном центре спортсмен получил все три медали. За третье место в первенстве Нижегородской области первой лиги, за второе место в первенстве среди студентов и за первое место в чемпионате высшей лиги. Меня уже с детства привели в хоккей, то есть мотивация была. Нравится забивать голы, побеждать победы. Это в первую очередь очень такой эмоциональный икон, что тут ждать всегда приятно. Впереди у хоккеистов отпуск. Команды будут готовиться к следующему сезону.